чтобы они сдохли кто меня ненавидит важные новости муфтият дал разрешение поздравлять всех с новым годом ну спасибо большое муфтия то я думаю что для людей которые мучились выбором поздравлять не поздравлять сказать добрые слова своим соседям или сделать вот такую постную морду да и пройти дальше теперь у них нет этой дилемы они могут поздравлять своих соседей с новым годом нахвалили буйнахскую елку мне теперь интересно посмотреть какая она хотите надеемся что настанут те времена когда елки не надо будет охранять и праздник будет праздником действительно спокойно кто хочет тут ставит елку кто хочет не ставит а то что для всех то есть это общественное пространство ну здесь какая-то должна быть норма общежития что со своими правилами всех не учить я не знаю ничего с вами не следите секунд нет 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 хотя бы минутку надо продержаться ассаламу алейкум дагустан саму летом дагестан я приветствую всех кто смотрит проект еженедельника свободная республика под названием ужин негодяев за пределами нашей республики а также за пределами нашей страны и может быть даже за пределами нашей вселенной в эфире двести двадцать четвертый выпуск ахарзаманского проекта ужин негодяев и о его начале объявляю я великий ужасный заор газеев надевая свои умничьи очки сегодня нас совсем за этим столом немного мудрый и загадочный альбертов грахманович эседов со мной рядом сидит по левую руку бесконечно загадочная и сонная эльза рашидна чубанова и сегодня у нас нет газет под рукой потому что ни одна газета даже газета замана не вышла я я знаю как любите вы акцентировать свое внимание на это она не вышла поэтому мы сегодня будем пользоваться подножным кормом никого мы сегодня рекламировать нибудь и зараз еще бы я сказал что сегодня за столом негодяев собрались те кто свои новогодние салаты уже доел да кто еще хомячут они не пришли ну мурат кадрыч он к сожалению приболел мы выражаем вот к горячу пожелание скорейшего выздоровления и доедания салатов мне кажется что он это совмещает все таки да магнит осадович он уже поцелительное оливье да 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 а магнит осадович поехал доедать дохомячивать свой салат в москву даже да 100% там холоднее дольше держатся салаты держатся салаты так эльза рашидна с чего начнем еженедельник свободная республика газета для свободных от предрассудков людей здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы свободная республика для тех кто хочет знать правду мы не торопимся с выводами мы знаем что творим документ времени свободная республика в ближайшем киоске муфтият дал разрешение поздравлять всех с новым годом ну спасибо большое муфтият а я думаю что для людей которые мучились выбором поздравлять не поздравляют сказать добрые слова своим соседям или сделать вот такую постную морду да и пройти дальше теперь у них нет этой делима они могут поздравлять своих соседей с новым годом совершенно не обязательно им разделять вот этот радостный вайп новогодний да вот я считаю что это очень хорошая добрая новость и я от души поздравляю в свою очередь тех кого кому можно теперь поздравлять тех кто празднует новый год и уж если на то пошло хочу попросить муфтият дать разрешение людям которые являются частью их паствы улыбаться когда они идут куда-то да и не смотреть таким суровым взглядом хочу попросить дать разрешение на правильную парковку хочу попросить чтобы муфтият дал задание своей пастве соблюдать правила дорожного движения и тогда может быть да на наших дорогах будет меньше смертности очень хочется попросить муфтиятовских чтобы они обязали свою паству хорошо учиться уважительно разговаривать с другими людьми не только тогда когда речь идет о поздравлении их с праздниками да ну и во всех остальных случаях в любом случае будем надеяться что мир после этих поручений будет гораздо лучше добрее следовательно сейчас уже новогодний харам и так мы далеко дойдем да это это может быть даже хорошо то наконец прозрели и дали правильную рекомендацию своим так называемым адепта да как у нас любят говорить своим последователям это не не прозрели они провели целое исследование не они да я читал там в этом в этом исследовании было сказано что в поздравлениях не нужно все таки со всеми праздниками поздравлять людей даже в том числе людей писания есть допустим те праздники которые противоречат исламу и с этими праздниками все таки не стоит поздравлять да там вот допустим пасха да когда христос воскрес и христиане этот праздник праздную то не значит что мы тоже должны какие христиане также поздравляют друг друга что можно поздравить христианина с его пасхой можем и в принципе это вот такой хороший текст как как бы настольный вариант такой распечатки который должен быть его у всех наверное дагестанских мусульман чтобы они вот с этого черпали информацию поздравлять или не поздравлять я вам что скажу дело в том что все кто жил еще чуть ли не в дореволюционные времена там бабушка моя мне это рассказывал да люди всегда поздравляли соседи с их праздниками но мне обязательно они не праздновали еврейскую пасху например да но они поздравляли своих соседей с их праздником и ничего криминального они в этом не видели более того я вот сейчас хочу процитировать наш замечательный думт хотя может вы прочитаете вот отсюда поздравляя поздравляя и на этом мне кажется ваш голос прозвучит гораздо приятнее чем поздравляя иноверца с его праздником недопустимо поддерживать его ошибочные убеждения например поздравляя христианина с пасхой мусульманину неприемлемо верить в смерть и воскрешение и сын иисуса мира ему говорится телеграм-канальный муфтията ну и замечательно в общем разобрались я думаю что добра и позитива станет немного больше после такой новости иначе перед шоем муфтията да иначе перед каждым новым годом конец декабря у нас ознаменовался с тем что что харам что нехарам праздник раздают какое-то такое непонятное напряжение создавался кстати видео с магнит агиром которые у нас несколько лет назад он снимал на площади каждый год в дико конце декабря выстреливает и как раз к месту и в этот раз тоже было что да мы не празднуем а вот да это митинг на площади с салютами да это вот такая форма протеста но я кстати в этом году не рискнула каждого поздравлять отдельно в сообщениях просто в статусе написала типа кто принял на свой счет тот принял кто нет ну нет просто мне просто надоело слышать что ой ну не празднуем ткани окей ладно было типа в который сказал новый год это древний дагестанский самые высокие зарплаты региональных чиновников зафиксировали в дагестане самые низкие в ингушетии республики северной осетии алания этой новости надо похлопать как-то вот руки не поднимаются можно так параллельно вот просто вот вот дрожат и не поднимаются ну я в умности дагестанских чиновников я как-то никогда не сомневался вот умножадности тоже сильно не сомневался себя не всегда найдут возможность повысить зарплату но вот всем остальным не знаю и на фоне вот этой новости которая была опубликована телеграм-каналом сапа информация о том что мы на второй строчке снизу по уровню зарплат в стране честно говоря как-то это все здесь речь идет о скафа все-таки также да у нас чиновники в скафа больше получают ну и плюс вспоминается вот это постоянные два 2023 году у нас были такие постоянные комментарии публикации где муниципальные чиновники говорили что зарплата низкая повысьте нас не слышит и так далее и насколько я знаю зарплата только в муниципальном махачкале повысилась для муниципальных служащих а вот в районах и других городах по моему она осталась на на том же уровне и многие писали как бы претензии к голове республики хотя глава республики 1 однозначно еще на каком-то мероприятие не помню каком прошлом году дал понять что местная власть они сами сама должна изыскать те средства чтобы повысить зарплаты но и с другой стороны я как-то тоже комментарии писал что как так получилось что вы там люди пишут а вот я 20 лет работаю мне там такая низкая зарплата в нем удивило если вас не устраивает зарплата ну так зачем вы работаете вас кто-то документы забрал страны да а что вы думаете у людей такой прям выбор что лис нет я знаете почему этот я хотел продолжить меня такое ощущение что коррупционная составляющая уменьшилась и людей стали обращать внимание на зарплату то есть воровать стало сложнее и стали обращать внимание что окажется еще зарплата есть она низкая понятно потому что 20 лет как-то теперь извините такого дисбаланса в ценах и зарплатах как сейчас не было пожалуй никогда я еще раз хочу напомнить что последний раз на ргвк поднимались зарплаты вообще корректировали зарплаты в 2009 году 2009 года цены выросли как минимум в четыре раза а зарплаты в общем то практически не изменились поэтому когда говорят о зарплатах чиновников блин я сочувствую всем кто вынужден жить на зарплату с той работы которую он делает и еще один момент государство когда берет на себя обязательства по отношению к людям которых она нанимает на работу должно быть должно быть по отношению к ним также а аккуратно или уважительно к их труду как и допустим бизнесмены с которых она требует например минимальную оплату труда а допустим если человек который проработал на ргвк вот в декабре получил 14 тысяч это получается чуть ли не ниже рота да как вот на вот такое можно реагировать этому не знаю не знаю как тут все вот это у нас будет продолжаться вот чиновникам не завидую на самом деле они такие же люди как и мы и тут же точно также нуждаются в том чтобы им поднимали зарплаты адекватно оценивали и зарплату я доскажу один момент чиновники это люди которые занимаются государственным управлением от качества государственного управления зависит качество нашей жизни когда мы говорим чиновники почему-то все подразумевают воров и казнократов на самом деле огромное количество людей которые делают свою работу честно и возможности воровать можете воровали бы но возможности нет да поэтому очень хорошо что у наших чиновников зарплата не такая плохая относительно из кфу вот если бы это было бы еще на уровне москвы да с москвой бы сравнивались мы тогда если наша высокая такая низкая то я представляю в других регионах из кфу ниже то там как обстоят дела вообще это это интересная история мы в одной стране имеем какие-то параллельные реальности до выполняют люди одну и ту же работу одну и ту же работу но в москве люди получают одну зарплату махачкале другой те же самые чиновники в том же самом ведомстве в москве одна сумма махачкале другая сумма вот она справедливость по нашему в одном из махачкалинских подъездов погибла девушка которая ухаживала за кошками другие подробности вы узнаете через комментарии пользователей социальных сетей есть у нас комментарии комментарии в социальных сетей много и я думаю что люди ознакомиться с ними в проекте глобальная сеть но во первых я хочу обратить внимание даже не на саму эту историю об этой истории мы еще поговорим а о том как разные паблики схватив вот свой кусок информации по-разному и и преподносили первая информация какая была да уже 4 4 варианта уже за за 1 вариант какой у вас первый вариант это девушка кормила кошек бродячих прикормил в подъезде и соседка вышла они поругались на шум вышел сын этой соседки и как-то каким-то образом то ли толкнул то ли ударил там разные версии тоже и в результате девушка погибла так это была первая версия от которой все офигели и проклятие летели в адрес парня так у вас какая есть версия это одна из это хорошо вторая версия всегда у меня в общем эта женщина убиралась подъезде такая аккуратненькая учительница вот и вот эта девушка она она другая девушка но прикармливала как бы кошек кошки приходили в подъезд и от них была грязь и чуть ли не гадили кошки в подъезде вот эта женщина через общий чат в подъезде обратилась к людям чтобы они соблюдали чистоту и не кормили животных в подъезде на что мать этой девушки эта девушка прибежали к ним квартиру сцепились там была драка девушку оттолкнули и вот она упала у нее соединился троп и вот чем вот таким образом она умерла вот тут уже как бы другая совершенно картина что девушка сама выступает в качестве агрессора вот что там в коридоре третья версия тоже есть третий так альберта брахманова третья версия есть якобы родственница писала этой девушке и говорит что она не только прикармливала этих животных но и убирала за этими животными то есть подъезде то есть она сама убирала но вот эту женщину соседку представляет как такую ненавистник адрес агрессора ненавистницу этих животных и так далее и сын ну якобы не случайно а там вырубил там специально и так далее но здесь возникает еще по по возрасту этого сына там тоже 17 лет нет там есть версия 18 лет есть 14-15 лет у нее есть несколько детей это но кто толкнул тоже надо теперь выяснять поэтому тут но и но и самое еще одна версия вот по крайней мере я не встретил официальной версии по на официальных источниках мвд нет информации хотя все эти версии которые мы через сейчас перечислили может быть еще есть какие-то версии они широко распространялись за эту неделю кто-то проклинает кто-то там удивляет кто-то еще что-то кто-то хвалит эту девушку кто-то а как кто истории был ли мальчик вот тоже не поймешь да пока нет официальной версии то есть информации мы не можем говорить был ли этот случай на самом деле вот но есть пожалуй одна из последних версий женщина написала в группу дома жильцов о том что взрослая женщина соседка убирает весь подъезд не через час когда возвращалась подъезд уже был весь в мусоре и кожуре от семечек ну семечки как бы не от кошек даже она написала что нужно нанять техничку которая будет убирать подъезд потому что стыдно жить в такой грязи упомянула то что кошки гадят в подъезде что соседям это не нравится все это было сказано без агрессии со спокойным тоном послышно в голосовом сообщении после чего девушка ее мать начали звонить женщине которая написала вот это сообщение в группу жильцов и кричать оскорблять ее после чего женщина отключила трубку не желая продолжать диалог звонки продолжались но уже эту трубку она не поднимала эта девушка со своей мамой поднялись к этой женщине которая живет этажами выше от женщина открыла дверь и те снова начали повышать голос она стала закрывать дверь и тут обе и эти женщины и девушка вцепились волосы у этой женщины дома было трое детей двое из них несовершеннолетние девочки одиннадцать и мальчику тринадцать они видели эту картину и пытались помочь маме но у них не получилось разнять в этот момент вышел старший сын этой женщины на который увидел как две женщины вцепились в его маму он пальцем не трогал эту девушку он убирал маму от этой девушки молодую девушку он пальцем не трогал как насколько я знаю у нее был тромб или что-то в этом роде слабое сердце на фоне этого и стало плохо и она начала падать даже после этого ее мать не отпустила волосы соседки чуть не прошлась по ногам по своей же дочке которой стало плохо когда у мальчика все-таки получилось оттянуть эту женщину от своей мамы он завел ее домой и закрыл дверь никто не знал что ей стало плохо и она скончалась была экспертиза вскрытие ни внешних ни внутренних ушибов гематом синяков нет девушка не упала ни с какой лестнице и тем более ее не сталкивали это все на лестничной клетке происходило просто стало плохо на фоне получившейся ситуации экспертиза подтвердила это админ пожалуйста не наводи смуту и не выкладываем неподтвержденную информацию это еще одна версия вот мне кажется подробно и правдоподобно это версия вот теперь я наверное должен сказать такую вещь ребятки у нас есть в каждом автомобиле регистратор может нам нужно делать регистраторы теперь уже на лестничных площадках и предлагала маме то чтобы в конце концов понимать что у нас там происходит в случае чего были были аргументы вот такая история и вообще регистраторы прекрасная вещь тут я сегодня смотрел видео про таксиста в израиле а в израиле как страшная история с женщинами которые обвиняют таксистов в изнасиле и тут а и они пытаются на этом заработать они пытаются не заплатить за такси таким образом они ведь либо я те заплачу и и обвинить себя либо вези меня бесплатно вези меня тварь да 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 и о чем было такое когда в общем женщина зашла попыталась закурить в машине а таксист ей не разрешил тогда-то стала кричать угрожать оскорблять его да а там регистратор работает незаметно так теперь он вызывает полицию пока полиция едет она кричит что я как бы насилует это все это под регистратором теперь приезжает полиция до его забирать поверили женщине его забирают через какое-то время он показывает запись регистратора и тут весь израиль был в шоке от того как как вот эта ситуация развивается поэтому возвращаясь к нашей теме я думаю что управление будет наверное ставить если вот есть такие сомнительные моменты регистраторы и сейчас в общем дешевле дешевых вот ставьте регистраторы и не избавляйтесь от спорных моментов в прошлом выпуске мы говорили о том что в буйнахске загорелась елка и одна из версий прозвучало что ее возможно подожгли вот в этот раз выяснилось что елку буйнахске никто не поджигал кто не сжигал вот здесь я сейчас попробую набрать арипа аримова руководителя прислужбы бумагской не знаю поднимет не поднимет вот но елочки в этом году на реально очень красивый в махачкале просто шикарная елка арипа римов саму алейкум спасибо спасибо большое тебя тоже с наступившим слушай это правда что у вас елка вообще сгорела к чертям собачьим ее подожгли вообще устроили там какой-то какой-то вакханалии да вот эльза как его могут есть и ёлка находится под круглосуточной охраной работников правоохранительного органа города буйнахска просто петарду запустили она упала возле ёлки то она там горела и все нормально его подушили огнетучительными все другое дело вот когда ветра вот эти вот были когда холода были елку-то ее согнула она на пижанскую башню было похоже а так как в этом году красивой ёлки буйнахки давно него я даже не помню на своей памяти когда такая красивая ёлка плавала меня сглазил ее на много мероприятий было праздничных предпраздничных глава нас сходила для поручения великого исполнял по ёлке зеланий ветер разобавла все как обычно как все а там уже говорят что из-за завтрета там праздновать новый год но это все это одна бабушка сказал ничего такого нет этого буйнах как бы культурная столица и сулики дагестан понятно понятно вот вы вот кто культурная столица арифус дорогой тебе спасибо большое тебя еще раз наступившим новым годом желать здоровья денег и вот смотрю ваши выпуски я говорю это моя самая любимая передача это ужин негодяев там вся правда оттуда можно узнать всю правду и очень интересно слушать очень интересные гости кстати передавайте от меня борщой дагестанский салам как и своим гостям очень интересный канал спасибо дорогой все все выключаюсь в общем все понятно нам с ёлочкой так хочу отдельно сказать спасибо мвд потому что когда я еду вот из дому на работу вот рядом напротив моста вот на улице ленина до наряженная елка и там все время стоит охраняющие и полицейские хочу поблагодарить мвд за то что они вот сохраняют для нас эту елочку можно не уже давно никто и не покушается но все равно так приятно что для того чтобы создать праздник надеемся что настанут те времена когда елки не надо будет охранять и праздник будет праздником действительно спокойно ну кто хочет тут ставит елку кто хочет не ставит то что для всех то есть это общественное пространство здесь какая-то должна быть норма обжить и что со своими правилами всех не учить но не нравится тебе но не не отмечай тогда когда у всех праздник но какую-то сумячицу в это дело вводить не стоит у нас долгожданная новость и долгожданные яйца въехали в нашу страну яйца из турции как сказал альберта грахманович с бородами усами и что ну кто-то сказал что яйца эти по цене вот наших самых дорогие да и норбек на прошлой передаче говорил что они в принципе не спасает положение с цена с ценой потому что они только недавно по моему кочь по почвину попытались отменить или что-то такое но пока это все в пути в разработке яйца уже поступили это уже не первая такая поставка из азербайджана получается то есть со стороны азербайджана приехали с азербайджана и из турции вот но но я бы сказал что это не выглядит такой спасительной как бы такой мерой потому что ввозится как бы это ни звучало что там типа много там триста тысяч там триста шестьдесят тысяч каждый раз каждая партия но у нас суточная норма даже по официальным данным ввозится на на нужды российской федерации это не для дагестана ввозится то есть для для страны вот вот эти партия суточная норма даже для дагестана это более двух миллионов яиц в день то есть получается она никак не не покрывает да ну это я рассчитываю что вот официальная информация была что у нас 250 миллионов штук производится в дагестане ежегодно это 30 процентов от той нормы которую нам нужно и нам нужно где-то 800 миллионов штук в год это была официальная информация и из этого я делаю как бы расчеты то есть калькуляторами есть ничего есть не туда и получается что в принципе те сотни тысяч они никак не упрямляют ситуацию и не то что для дагестана для всей стране страны тем более это капля моря и все это я вот в телеграме пост писал что на сегодняшний день все это выглядит как то есть не спасение ситуация то что кто-то слишком умный пытается делать деньги на ситуации то есть полицейские сбербаша нашли подозреваемого в убийстве спустя 20 лет 28 ноября 2003 года я мало не низком автономном округе произошло убийство мужчину ударили топором позже он скончался в больнице подозреваемый тогда скрылся с места преступления и был объявлен федеральный розыск сейчас полицейские сбербаша установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции настоящее время он передан инициатору розыска где мужчина скрывался 20 лет не сообщается может он вообще не скрывался никто не искал это как вот в сериале слова пацана снялся мужик этот кто-то вспомнил что он 2011 или 12 году убил кого-то да вот и тут раз и его поймали и нашли это вот это где-то в эпизоде снялся и это было достаточно чтобы и кто-то опознал и получается пока в кино не увидели но никто не задержал можно не искали по месту прописки да чисто домой стучали опять никого нет ну тогда мы пойдем очень у меня была такая история когда еще работал в программе дагестан ну как могли делали шапашки и чем я сделал небольшую рекламу для кота ресторана по-моему тануки тануси по моему ресторанчик на сценарию официантка должна была заносить поднос с едой в общем она она не хотела отказывалась и такую но хозяин сказал она занесла поднос с едой смонтировали на следующий день из мвд звонит где вот это вот это она там занимала там занимала там занимала в конце концов да вся в долгах всех обманул и она не хотела в конце концов хозяин сказал и вот тут ее так и мвдшники нашли поэтому если у вас есть грешки то не снимайтесь в художественных фильмах типа слову пацана вот не не снимайтесь в рекламах просто беги дорогая это тоже как в рекламе стрелся видимо да видимо да где что-то пошло не так у нас уточнение по поводу истории фасоверте о котором мы говорили в прошлом или позапрошлом да я очень сожалею о моей ошибке я честно говорю очень не понял эту историю это вот по поводу трубки в хасоверте которую молодой человек взял и больших разборок да и деньги не думал возвращать вот владелец магазина уточняю был уроженец села новости сатли владелец магазина который дал вот доверился а выходить из казбековского района насколько я понял буртунайский парень был вот этот тот который должник который работает охранником на хасовертовском рынке я думаю что это важное уточнение потому что получается что я перепутал и неправильно назвал село откуда выход выходцы да из каких сел поэтому приносим свои извинения за ошибку мы тоже уже извинистаном стали в любом случае справедливо там где мы действительно ошиблись признание тот в данном случае что мы ошиблись это наоборот я думаю что это плюс для нас то есть мы уважаем своего зрителя и не хотим вводить в заблуждение да в отличие от телеграм публиков которые вот они схватили вот эту информацию тут же и выложили не проверили не узнали не позвонили это как с той девочкой которые да вот мы недавно только что уже проклять успели там и чего только там не было а там может быть все банально просто что она сама страдала каким-то недугом физически и может не совсем она так уж и права было ухаживать за кошками могут и плохие люди и хорошие люди вот ну ладно бог с ним что у нас там дальше у нас за прошедшие 12 месяцев роспотребнадзор в дагестане сумел выявить более 13 тонн поддельных продуктов питания имеющихся в учреждениях социальной сферы вместе с тем в октябре 23 года в стать 19 детских учреждениях махачкалы было обнаружено 11 тонн фальсифицированного масла и самый главный вопрос откуда все эти продукты питания берутся ну вот когда читаешь вот эту статистику да нам всегда это предлагается как новость позитивно нет о том что виноваты директора виноваты те кто закупал сушите они могут просто не значит то фальсифицированное масло потому что извините директор школы которая покупает это масло да и директор детского садика у него же нет свой лаборатория до чтобы узнать о качестве масла я думаю те кто закупает большом объеме они должны проверить хотя бы из партии то ли они закупают то ли на бумагах может все нормально где они это будут проверять и предусмотрены ли на это деньги тоже потому что надо смотреть если не предусмотрен надо все так организовать чтобы конечном итоге наши дети не страдали тоже поступает именно в детские учреждения дошкольные школы поступает это все-таки как банально не изучал дети наше будущее и если мы будем пичкать поддельное масло которое по факту оказалось там это есть какое-то содержание которое чуть ли остается в организме чуть ли на всю жизнь это серьезно серьезный вопрос это тема кстати обсуждали пользователи социальных сетей и вот тут у меня сценарий глобальной сети который выйдет на следующей неделе кстати вы можете посмотреть у меня на youtube канале и вот люди задаются вопросом слушайте хорошо детские сады и школы все замечательно что там находят это фальсифицированное масло а кто проверить масло которое мы покупаем в магазинах респотребнадзор же этим занимается респотребнадзор видимо занимается да но он доходит до школ потому что это вот так надо да а кто проверить масло которое продается в наших магазинах поймите я тоже читая их комментарии тоже с ними соглашался с тем что извините этикетка тоже самое на написано то же самое процент тот же самый откуда мы знаем что внутри вот там поэтому здесь очень хорошо что находят фальсификаты блин это вы представляете это в каких промышленных масштабах выпускается этот фальсификат что в школах вот такое количество находят его то а что у нас в магазинах происходит здесь даже пору радоваться соевым маслом если там вся химия уже по сравнению с этим это же это даже не пищевое пальмовое масло речь идет о промышленном пальмовом масле которые как как смазка используется для каких-то железных деталей вот такая история вот вам есть что добавить по поводу фальсифицированного сливочного масла я его не ем вообще масло не ем как это как это как-то рассказывается на вашей стороне сказывается на характере может быть может быть поэтому у вас такой тихий голос если бы вы ели бы побольше пальмового масла голос у вас был бы громче скрипучи нас печальная новость пять человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке в многоэтажке поселка дагестанские огни город город за юждак у нас традиционно отвечает альберт абдурахманович ну что сказать как этот конкретный случай я как-то не изучал из-за чего конкретно чем он отличается от других он скорее всего не отличается от всех других когда вот период отопительного сезона но скорее всего какие-то не сертифицированные не сертифицированные не какое-то левое оборудование кустарные устанавливается где-то происходит утечки возможно нет каких-то датчиков которые следят за за вы абсолютно правы но к вашему вот этому набору я бы добавил знаете еще что что думать от на самом деле еще не ждал не введен в эксплуатацию не принят а люди там уже живут тогда тем более это такой самовар получается который вот сами люди подключились тогда но опять-таки есть случаи когда есть дом не сданный но каким-то чудесным образом люди имеют лицевые счета то есть они газа не ворует следовательно те газовые службы которые выдавали им лицевые счета они должны были провести каким образом это их проблема раз они лицевой счет выдают следовательно они должны провести именно то как оно должно быть то есть тогда потребителя этот газ то есть подключить проверить приборы которые установлены дома отопительные там или газовые так далее установить те датчики которые сейчас требуют специально таких приборов есть Если где-то с давлением проблема или еще с чем-то, или утечка, они уже сигнализируют, отключают газ и все такое. Ну и плюс есть еще у нас такая мода, вот эти камины иранские, которые говорят, что, ну то есть они вроде бы прилично выглядят, но говорят, что это такие тихие убийцы, которые иногда датчики не срабатывают, если какая-то утечка есть. И очень много случаев, ну насколько я услышал, что угарным газом именно из этих каминов. И поэтому, ну тем людям, которые их устанавливают, я бы как-то предоставил, не приобретайте, не покупайте, не ведитесь на их внешний вид, что они такие, ну можно поставить там. Ну все-таки это жизнь и здоровье вас и вашей жизни. Да, они важнее. В общем, вот на этой радостной ноте, предупредившего всех о опасности, вот мы, наверное, закруглимся сюда. У вас что, вы угорали когда-нибудь, у вас были проблемы заказа снабжения? У меня нет, но знакомые, да. У нас соседки не стало. В Хушете еще были случаи, я помню, насчет именно вот этих каминов. У меня одноклассница моя, вот под Новый год, угорела тоже от газа. У нас реально какая-то беда с этим, с установкой этого оборудования. Мне кажется, наши люди, они довольно-таки легкомысленные, когда речь идет о установлении вот такого сложного и опасного оборудования. Хотя, конечно, я думаю, что взрослые люди, они должны уже сами как бы позаботиться о своей безопасности. Юнус Магометов занимался несанкционированными грабительскими раскопками во многих районах Дагестана. Около селения Джавакент в Кайкенском районе Дагестана черный копатель нашел основную часть уникальных предметов. В поисках артефактов Юнус использовал обыкновенный металлоискатель. Расхитители грабниц задержали правоохранители и изъяли все находки. Первая группа вещей – это археологические предметы, относящиеся к позднему бронзовому веку. Они относятся к так называемым лурестанским бронзам и характерны для Ирана и прилегающих областей Южного Кавказа, рассказал Сапи, младший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дфицран Мурадса и Пудинов. Предметы из второй группы, как показал сравнительный анализ, происходят из территории современного Дагестана и могут принадлежать к его памятникам. Вторая группа предметов, к ним относятся 6 штук мужских статуэток, бронзовые фигурки коня и птицы, бронзовый медальон с изображением крылатого хищника, а найденный серебряный дирхем относится к ОГО к 700-м годам. Объяснил Сапи, но все представленные вещи несут историческую и культурную ценность. Подобное крупное хищение черного копателя впервые раскрыли за последние два года. Сейчас в отношении Магомедова ведется следствие. Два портсигара? Ну, тут пользователи социальных сетей, они по этому поводу тоже высказывались, и люди писали о том, что, ну, извините, он же земли их вытащил, потратился на это все, что так к нему сырого. Ну, извините, в нашей стране есть правила, в соответствии с которыми, да, закон, в соответствии с которыми подобной деятельностью заниматься нужно. Да, я понимаю, что в противном случае эти вещи так бы и продолжали бы быть гнить в земле, да, но, извините, закон... Ну, правила есть правила. Да, правила есть правила, они давно установлены, и как бы хорошо бы работать с ними. А так интересно было бы посмотреть на эти древние артефакты. Ну, я бы сказал, что это довольно распространенные вот эти случаи, просто этот случай оказался в поле зрения правоохранительных органов, его задержали, а я вот даже, ну, как бы сталкивался с людьми, которые как бы на выходных, просто с этим металлоискателем, как вот люди на охоту ходят, там, на рыбалку, вот у некоторых есть такое хобби, как черные копатели где-то что-то, даже привлекают уже детей, то есть, уже детям нравится что-то находить, то есть, они вот вроде бы чем-то интересным занимаются, на самом деле, все-таки, они же не для музеев раскапывают это все. Естественно, это дальше, если что-то откопают из нашей истории, плюс, ну, то место, где они это все разграбили, естественно, они там не так, как эти археологи там, или как... Не были аккуратны, если они сохранили. Да, делают это все неаккуратно, лишь бы что-то достать, вот где-то прозвенело, наверное, и дальше цель ставится в продаже. Я вот вспомнил как раз случай, когда в прошлом году я возмущался, и как раз вот в Южном Дагестане был тоже случай, когда военные пограничники под видом, что там какие-то работы производятся, ну, официальные, просто стали дербанить курган, пригнали технику, трактора, и вот... Это было недалеко от Куйсуна что-то, да? Да, Куйсун, это вот древняя столица Кавказской Албании, которая предполагала, что там есть столица, и вот эти артефакты, которые впоследствии обнаружены, как бы вот таким образом обнаружены, так тоже доказывают, что там был древний такой городнейший, который, ну, очень такой, по тем временам, видимо, такой крутой, и получилось так, что местные жители говорят, что солдаты, когда увидели, что они пустые, эти глиняные, вот эти чаши, они стали, ну, от злости разбивать просто, потому что, ну, пустые, вот уже от злости. То есть люди, вот эти черные копатели, они к нашей древности, к нашей истории, они относятся... Неважительные. Неважительные, но даже для них это не представляет ценности. То есть они ожидали, что там что-то, какой-то золото, бриллианты, как говорится, а когда просто глина, для них это не представляет такого большого интереса. И я тогда как раз писал, как говорится, негодованием у себя, и потом уже подключились и государственные органы, и так далее. Когда до вот этой работы местные жители уже пришли, и вот эти спешно удалились, первые, которые с экскаваторами и так далее, я вот видео у себя размешал, но это не означало, что теперь местные как-то более уважительные стали. Они продолжили вот это копание, там уже лопатами стали откапывать, и уже такие фотографии, картины, кто-то на тачке возит, большие такие сосуды, кто-то еще куда-то. Были, конечно, сознательные, когда уже приехали государственные органы, они уже пригласили домой, вот я там спас, вот этот кувшин глининый, вот еще что-то. Ну так хотя бы в музее можно поставить. Да, хотя бы исследовать это, какого века, что делалось, как бы, что было на этом месте. В общем, вот так мы и относимся. Иногда не раскапываем и оставляем, даже зная, что там что-то есть. А пока камера на мне, я хочу обратиться ко всем, кто нас смотрит, с просьбой поставить лайки и оставить свои комментарии. У нас, ну, в общем-то, последний выпуск так относительно неплохо прошел по просмотру, но я буду благодарен тем, кто пропустил предыдущий выпуск. Если вы зайдете и продержитесь на этих выпусках программы хотя бы какое-то время, мы будем вам признательны, потому что у меня стойкое ощущение, что YouTube крадет у нас эти просмотры, крадет цифры. Но в любом случае, если вы не смотрели какой-то из предыдущих выпусков, думаю, вам скучно в любом случае не будет, как раз помните, что у вас происходило. Всем спасибо всем за лайки и за комментарии. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. У нас чтение СМС, в нашем случае это комментарии в YouTube. Подбираем. Давайте начнем с вас. С Новым годом, уважаемые ахерзаманские ютубчинцы! Мой статус на сегодня в соцсетях. Мне на YouTube Заургазиев поставил лайк. Отчего добился в соцсетях ты? Правда, это было месяц назад, но я опубликовал сегодня в связи с праздником и выходом на 223-го выпуска вашей передачи. Спасибо большое этому человеку. Я не буду читать СМС-ку Мурата Баяшко. Уже прочитали? Да, мне кажется, смысла нет читать. И так все ясно. Есть Мурат-легенда, а есть вот у нас Мурата Баяшко. Так, позор директору 8-й школы, позор советскому РОВД, матери избитого Ахмада сил и терпения, пусть добивается наказания всех виноватых. Пишет жалобу прокурору России. Нужно показательно наказать всех причастных, чтобы подобное не повторялось и в других школах. Так. Или показательно наказать, или наказательно показать. Так. В общем, одно из двух. В прошлый раз, как раз у нас на передаче, мы обсуждали заработные платы, и вот человек оставил СМС-ку, комментарий, где пишет, что ЗП у медсестры в госполиклинике, которая проработала практически 50 лет, и получает 13 800 плюс 4500 стимуляций, если это нормально. Из них надо оплатить коммунальные услуги и купить лекарства. Очень печально. Всем добра. Да, у нас как раз Мурат Кадырьевич говорил, что зарплаты у них, у медработников высокие. Ну, наверное, не у санитарок. Да, но здесь человек пишет, что 13 800. Вот совсем не так. В 11-й школе Каспийска абсолютно то же самое происходит постоянно, что и в 8-й школе. А замечательную директор Шутагирову Жанну Усмановну, родственницу Лясу Маханова, замечательно повысили аж замминистра по делам национальностей. Что тут скажешь? Далеко пойдем с такими управленцами? Так, Ельза, есть что прочитать? Да, в прошлом выпуске мы обсуждали то, что у нас корабли стоят, не могут зайти в порт Махачкалинский. Вот по этому поводу тут написали, оставили комментарий. По поводу Махачкалинского торгового порта. Корабли стоят на рейде, ожидая полной очистки дна. Возможно, углубление позволит зайти им в порт. Ведутся работы, но очень большой объем не позволяет быстро решить проблему. Так, мне кажется, вся эта история вокруг скандальной вечеринки, постанова, спектакль для нас, дескать, не расслабляйтесь. Сегодня взялись за них, а завтра возьмутся за вас. А повод мы придумали. Мне кажется, это вы написали, Альберт Ильберт. Я за нас, за Кавказ, не писал. Так, хорошо. Если бы я знал, что здесь такой здравый контент, то давно бы начало смотреть. Вот-вот советуем всем смотреть, подписываться, комментировать. Так, у нас что-то отключилось. И на этой прекрасной ноте мы объявляем рубрику «Банан недели, где мои бананы». А что даю? А что? Бананы. Людей. Шучу, не бананы. Так, этому черному копателю. Это вы от себя, черному копателю, да? А вы не хотите от Магомеда Асхабовича? Вы на его месте сидите. От Магомеда Асхабовича? Ой, даже не знаю, кому. Наверное, тем, кто не досмотрел тот момент, что до детей дошли, дошел социфицированное продукт. Это вот от Магомеда Асхабовича. Понятно. Я хочу вручить этот банан людям, которые так недоброжелательны по отношению к Новому году. Вот вы представляете, да, люди радуются, да, а кому-то вот чужая радость прям вот боком прям вот выходит, да. И хочу второй банан вручить тем, кто соврал, что в Буйнакске елка была подожжена. А она просто свалилась от ветра. И сейчас она стоит лучше прежней Альберту Брахмановичу. Так, вот два банана, да. Первый банан черным копателям, которые грабят нашу историю, получается, да. Пока официальные органы, которые призваны проводить вот эти охлаждения, логические изыскания, никак не доберутся до нашей истории, вот эти черные копатели вносят свои коррективы. Черные копают. Да, черные копают, наносят коррективы. Ну и еще один банан, ну, в принципе, всем нам, которые не дожидаясь официальной версии, а ухватив информацию, вот как бы какой-то вариант одной информации, и уже начинаем там и проклинать, и там еще что-то. Вот по той ситуации, как девушка, которая погибла, ну, та, которая кормила бродячих животных. То есть мы не знаем всей ситуации, но уже сделали выводы, и как-то уже поругались в социальных сетях. Это тоже неправильно. Спасибо, Альбертов Дорохнович. Вы были прекрасны. Так нахвалили Буйнаховскую елку. Мне теперь интересно посмотреть, какая она. Хотите, позвоним Арипу Аримову и попросим снять эту елку и доказать свои слова. Как раз к видео можно подпишись. Доказать свои слова. Ну, а на этом, пожалуй, все. Это был 224-й Ахрозаманский выпуск проекта «Ужин негодяев». Я хочу поблагодарить всех, кто поставил лайки, кто оставил свои комментарии, кто вдруг сделал просмотр на наших старых выпусках. Просто зайдите и покликните там. Я не знаю, ничего же с вами не случится. Нет, 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 хотя бы минутку надо продержаться. И мы будем вам страшно признательны. В общем, всем хорошего Нового года. Будем надеяться, что в следующем выпуске мы не будем столь одиноки. Троем, но одиноки. Столь одиноки. Все, всех обнимаю. Редактор субтитров А.Семкин